Известные армяне в истории Индии, жена императора, поэты и военачальники Индию и Армению связывает многовековая дружба. Индия всегда привлекала армян своей уникальной культурой, традициями, историей и, конечно же, экзотическими товарами. Первое письменное свидетельство о том, что армяне хорошо знали дороги в Индию, владели разнообразной информацией об этой стране, мы находим в произведении древнегреческого писателя. Полководца и политического деятеля ксенофонта Киропедия, где он описывает жизни и правление персидского царя Кира. Там отмечается, что царь Кир просит армянских купцов, чтобы они сопровождали его посла в Индию, так как они всегда ездили в эту страну, имели теплые отношения с местными раджами и махараджами, знали обычаи, языки проживающих там народов. Во многих источниках говорится о том, что у армянских купцов был такой авторитет, такое уважение среди местных правителей и населения, что они имели доступ в те районы, на те рынки, куда иностранцам запрещалось входить. Есть взвидительство, что европейские миссионеры, арабские купцы, зная это, одевались как армянские купцы, чтобы беспрепятственно проникать в эти районы. Однако сегодня мы поговорим не об армянских купцах, а о тех армянах, которые были известны в Индии в других сферах. Начнем с периода великих моголов императора Акбара. Акбар славился своей толерантностью, всегда вел теологические беседы с представителями разных религий, и у него было четыре жены разных религий – мусульманка, христианка, хинду и марвари. Дворец каждой жены был построен в соответствующем ей религии стиле. Христианка, жена Акбара, была армянкой из Ирана Мариам Заманибегум. Генри Джордж Кейн в своей книге «Эскизы Индустана» пишет, затем Акбар женится на двух иностранках – на армянке и принцессе Марвара. А Генри Блашман в своих комментариях к переводу «Эйн» и Акбари пишет, что нет сомнения, что у Акбара была жена армянка. Говорят также, что армянкой была вторая жена Шаха Джохана, внука падишаха Акбара, Мумтас Махал, в память о которой он построил мавзолей Тадж-Махал. Во дворце Акбара главным судею был мир Адыл Абдул-Ай. Его дочь леди Джулиана была доктором гарема императора, который затем выдал ее замуж за Жанна Филиппа Бурбона Наваррского из французской королевской семьи. В миссионерских архивах города Агро найдена следующая запись. Церковь Агры построена Жанном Филиппом Бурбоном Наваррским и его женой армянкой Джулианой, которая была доктором гарема императора. Переводчиком Акбара с португальского языка был армянин Доминго Пирес. Акбар его отправляет во в составе своего посольства, а в своем письме пишет, посылая своего посла Абдулу и Доминика Пиреса Армянина, христианина-переводчика, с просьбой. «Чтобы вы отправили мне двух ученых мужей книги законов, особенно Библию, чтобы я смог узнать закон и его превосходство». Из писем языцких отцов узнаем, что Доминго был любимчиком Акбара, и император даже присутствовал на его свадьбе. Сына другой дочери Абдулла Ая и армянского купца из Алеппо император усыновляет и дает на воспитание своей жене, армянке, от которой у него не было детей. Этот мальчик впоследствии становится известным в истории Индии поэтом по имени Мирзазул Карнайн. Он был прекрасным поэтом, композитором и певцом, сочинял песни на хинди и персидском. Его лучшие произведения помещены в Рагмале, в сборнике самых любимых и популярных песен. Другим известным поэтом, армянином в Индии был Сармат, который жил в 17 веке. Его имя часто упоминается с именами Фердуси, Хаяма, Саади и Хафиза. В восточном биографическом словаре Томаса Вильяма Бейли написано, что Сармат – это поэтическое имя одного армянского купца. Он приезжает в Индию из Персии по торговым делам, однако под воздействием индийской философии и суфизма становится отшельником, дервишем и всю жизнь посвящает исканию истины. Есть исторические сведения о его сверхъестественных способностях. У Сармада было сотни учеников, среди них старший сын императора Шаха Джохана – Дара Шикай. Сармат всегда говорил правду, что не нравилось императору Оурангзебу, брату Дары, и тот всегда искал повода избавиться от него. И повод появился в виде следующего куплета, из-за которого поэт-философ был приговорен к смертной казни. Моллы говорят, Мухаммед ушел в рай. Сармат говорит, рай спустился к Мухаммеду. А перед казнью Сармат произнес свой последний куплет. Было шумно, и мы открыли глаза от вечного сна, увидели, что ночь зла продолжается, и мы опять уснули. Рукописи 400 куплетов Сармада хранятся в Британском музее Лондона. В Индии были также армянки-поэты. Среди них Малика Джан, которая писала песни на языке урду. Ее дочь от английского еврея Гахар Джан становится известной во всей Индии певицей-танцовщицей. Она с 13 лет выходила на сцену, пела на 20 индийских языках. Гахар Джан – первая певица Индии, которую записали на диск граммофона. Армяне в Индии занимались также военным делом, изготовлением оружия. Были даже отдельные армянские отряды, которые сражались за независимость Индии от британского колониализма. И после каждой победы вместе с индийскими флагами поднимался также армянский флаг. Во второй половине XVIII века на востоке Индии, в Бенгалии, было очень известно имя Гаргина Хана. Английский историк Маршман пишет, что Наваб, правитель Бенгалии Мерка с им своими победами над британцами, полностью обязан рожденному в Исфахане армянину по имени Григор, который больше известен по имени Гаргин Хан. До этого он занимался торговлей, но когда ему доверили военное дело, он оказался талантливым военным и организатором. Меньше чем за три года он создает 15-тысячную конницу и 25-тысячную пехоту, организует производство мушкетов, пушек. В армии Мирка Сыма были также восемь высокопоставленных военных и сто других военнослужащих армян. Среди них генерал Маргар Калантар, который до этого служил в Голландии. За его самоотверженную службу Наваб присуждает ему титул князя. А Ванес Назар был руководителем службы охраны Мир Касыма. Известным военным был также военачальник Раджи, князя Гвалиора полковника Коп, который служил 70 лет и умер в возрасте 95 лет в 1850 году. Он тоже был из семьи купцов, но свое призвание нашел в военном деле. Еще многое можно рассказать об армянах в Индии, что невозможно сделать в рамках одной статьи. Однако сегодня можно однозначно утверждать, своим поведением и отношениям Армении и Индии показали, что они неравнодушны к судьбе страны, которая их приютила, стала для них второй родиной. И каждый по мере своих сил и возможностей помогал ей. Субтитры создавал DimaTorzok